Здравствуйте, коллеги! Для начала хочу, так как все-таки регламенты есть достаточно такие существенные, много не буду рассказывать, но так просто представлю компанию CTI. Я так понимаю, можно поднять руки, кто не знает, кто мы такие и чем мы занимаемся? Вот, видите? Хорошо. Значит, компания CTI – это российская компания, здесь мы имеем свое представительство. В Казахстане уже достаточно давно. Расшифровывается наша аббревиатура как Communication Technology Innovation. С самого начала своего создания мы специализируемся как системный интегратор на именно создании и внедрении коммуникационных решений, используем в своей работе самые современные технологии и очень активно тестируем и предлагаем нашим клиентам те инновации, которые появляются на рынке. Ну и с самого начала нашей деятельности направление по построению контактных центров является одним из ключевых направлений нашей компании. Мы, вот как на слайде написано, реализовали более 70 проектов. Действительно, ну, наверное, среди российских интеграторов занимаем лидирующие позиции именно в области построения контактных центров. Ну, еще в других областях тоже много где, но у нас же сейчас здесь мероприятие посвящено именно контактным центрам. Мы очень активно работаем с компанией ЦИСКО. Это наш ключевой вендор. Именно на платформах ЦИСКО мы строим свои контактные центры. В связи с этим накопили очень большую экспертизу, но, скажем так, не только по ЦИСКО, а так как контактные центры тоже, повторюсь, ключевое направление нашей деятельности, мы очень активно интересуемся вообще этими тенденциями, наращиваем компетенции именно в области бизнес-процессов в контактных центрах, какие они существуют, какие тенденции есть на рынке. И именно это помогает нам успешно вести свою деятельность и надеяться, что помогут и в будущем. Мы никогда не бросаем своих клиентов. Сервисная поддержка – это тоже одно из ключевых преимуществ на рынке. Практически все наши клиенты, с которыми мы строили контактный центр, находятся у нас на поддержке. Мы предлагаем все услуги, начиная просто от простых консультаций, плюс у нас есть клиенты, которые полностью IT-работы по обеспечению деятельности своих контактных центров отдали нам на аутсорсинг. Сегодня я хотел бы поговорить про новые возможности удаленного обслуживания клиентов с использованием технологий от мирового лидера Cisco Remote Expert. Собственно, если мы говорим про тенденции, сегодня об этом тоже много говорилось. Удаленный сервис – это просто, мы к нему привыкли. Мы все пользуемся, сначала идем в интернет, смотрим. Это уже привычно для наших клиентов. Но тем не менее, Павел сегодня говорил, что от операторов мы никогда не уйдем. Это его личное мнение, я его полностью разделяю. Еще у меня есть мое личное мнение по поводу того, что живое общение, личное общение имеет очень большое значение. От этого мы никогда не избавимся. Сейчас, кстати, распространение цифровых технологий, интернета и так далее, они приводят к тому, что некоторых особо рьяных из поколения Y и прочее лечат от интернет-зависимости. И говорят им, бросайте свои гаджеты, выходите на улицу, встречайтесь. Никто не заменит и никогда не заменит личное общение. Потому что если его не будет, человечество вымрет. Я надеюсь, вы с этим согласны. Но вместе с тем, вот наблюдаются на рынке глобальные такие изменения в плане того, что давно уже вне зависимости от расстояния мы хотим общаться с глазу на глаз, лицом к лицу. И в этом, скажем так, нам очень сильно помогает технология видеосвязи, видеоконференция. Это тоже стало уже неким таким стандартом де-факто, когда мы привыкли к этому, все пользуемся скайпом. Расстояние больше не проблема для того, чтобы пообщаться лицом к лицу. Ну и компания Cisco, как мировой лидер в IT-коммуникациях, естественно, тоже занимает одну из лидирующих позиций в области предложения платформ для видеосвязи, видеоконференции. И собрав всю синергию своих достижений, Cisco выпустила на рынок такой продукт, который назвали Cisco Remote Expert. Сейчас не хочется вдаваться очень сильно в технические подробности. Этот набор продуктов, есть Remote Expert Mobile, просто Remote Expert, заключается в том, что с помощью данного конкретного решения вы можете, внедрив в свои компании, организовать возможность для своих клиентов обратиться к вам, в вашу компанию, через сайт, через мобильное приложение, при этом получить обслуживание лицом к лицу, то есть соединиться по видеосвязи с оператором или с экспертом, совершенно необязательно, чтобы вас обслуживал именно оператор, допустим, контактного центра, а с помощью этих технологий вы можете привлекать к обслуживанию экспертов, которых, ну, вы сами знаете, в компании сложно подобрать такое количество, чтобы их было столько же, сколько и операторов. С точки зрения, ну, вот, видеоконференц-связи, видеозвонок с сайта, видео в контактных центрах, эта тема, в принципе, она на рынке известна давно. Мы вот сами, как компания, по-моему, в 2010 году на контакт-центре World Forum впервые там представляли банкомат, оборудованный там дополнительным оборудованием, да, принтеры, сканер документов и прочее, и показывали некий прототип, например, продажи полисов ОСАГО через данное устройство с видеосвязью. С развитием каналов передачи данных эти технологии сейчас все более и более начинают быть востребованы на рынке. Что мне нравится в предложениях Cisco, это в том, что, в принципе, компания отслеживает очень внимательно все эти тенденции, и одно из таких, скажем так, частных случаев технологии Cisco Remote Expert Cisco решила выпустить на рынок некие коробки, или, как их еще называют, кабинки. Что из себя представляет это решение? Это решение представляет из себя, ну, в принципе, уже готовый конструктив, да, который оборудован всеми необходимыми элементами технологическими для организации удобного и эффективного обслуживания, удаленного обслуживания клиента. Набор оборудования, компоненты кабинки представляет из себя кодек системы видеосвязи для высококачественной видеоконференции создания то, что вот тут Cisco называется Telepresence. Сенсорный экран, с помощью которого на него, да, клиенту может быть выведена необходимая информация, какая-то анкета, он может вместе с оператором ее заполнить. Принтер, который, с помощью которого можно распечатать этот документ. Камера для документов, это на тот случай, если в ходе обслуживания мы хотим получить от клиента копию какого-либо документа. Ну, и необходимое коммуникационное оборудование. Есть несколько вариантов таких видеокабинок, начиная от такого достаточно простого устройства, которое вешается на стенку, ну, и заканчивая премиумной кабинкой, которая имеет все необходимые там большие размеры для того, чтобы создать безбарьерную среду, чтобы человек в инвалидной коляске мог получить это свое обслуживание в этой кабинке. При этом закрытые кабинки обеспечивают очень высокий уровень акустической конфиденциальности разговора, когда это требуется. Может, могут быть установлены в каких-то общественных местах, и при обслуживании клиентов через данные устройства очень активно используются технологии контактного центра. Ну, почему, я думаю, тоже всем понятно, потому что тоже есть очереди, есть возможность проигрывания там видео авиаров. Пока человек стоит на халде, мы можем ему показать какой-то ролик и так далее и тому подобное. Платон, у меня вопрос. А для чего вообще это используются эти кабинки? Каких сценариях они используются? Приземленно, то есть это без ничего. Вот конкретно, где такая кабинка может быть использована, например, на банку или государственное учреждение? Очень вовремя, Павел, потому что как раз следующие несколько слайдов они будут посвящены именно этому. Для чего можно использовать эти кабинки? Эти кабинки можно использовать для того, чтобы предоставить людям возможность точку доступа к удаленному обслуживанию, при этом в формате живого общения. Ну, например, давайте так рассматривать. Лично для меня какие это могут быть варианты. Ну, напрашивается там, допустим, банковское обслуживание какое-то. Что? На прием к министру. Вот давайте сейчас вместе погенерим билеты продавать на мероприятия, на транспорт. В принципе, это можно сделать через интернет, я все понимаю. Но сегодня тоже здесь очень много говорилось о том, что далеко не каждый человек, в частности в Казахстане, имеет свой персональный компьютер или имеет доступ к высокоскоростному интернету. Но если в населенном пункте, в достаточно крупном, есть такая кабинка, куда сервис-провайдер может обеспечить канал связи, вот вам доступ. Можно оказывать целый спектр услуг. Продавать страховые какие-то. Я вот не знаю, как сейчас в Казахстане, но у нас в России сейчас очень активно продаются электронные полисы ОСАГО. Можно это сделать через компьютер. И проще это сделать через компьютер, если вы находитесь в офисном центре. А если нет, ну вот вам приспичило. Или нет у вас возможности такой. Пожалуйста, можете подойти. Будут еще варианты? Вот идеи какие-нибудь возникли? Для кого? Совершенно верно. Удаленный сервис как государственная услуга. какие тут можно услуги оказывать? Консультации по коммунальным начислениям, по льготам, помощь в заполнении бумажных заявлений. Вот в России сейчас очень развиты мультифункциональные центры, куда человек приходит и он может получить целый набор государственных услуг. Все в одном месте. но очень много времени занимает, когда требуется заполнить какой-то документ. С помощью таких вещей мы можем в принципе вот эту предварительную стадию клиенту помочь сделать, проконсультировать его, сказать, какие документы нужны, помочь в заполнении этих документов. Уже чтобы он пришел в какую-либо государственную организацию полностью подготовленным. есть уже примеры, есть уже примеры, когда эти технологии ЦИСК, ремонт эксперты используются за рубежом именно в качестве каких-то государственных услуг. Можно это получить. Более того, более того, я сам относительно недавно получил государственную услугу с помощью такой кабинки, которая сейчас стоит и активно тестируется в Москве. Как только я об этом узнал, мне естественно стало интересно. Пришел, зашел в эту кабинку, что называется, я там был, мед, пиво, пил, задал очень каверзный вопрос оператору. Действительно, здесь это отдельный вопрос по поводу того, как оператор должен быть одет, и какую квалификацию он должен иметь для того, чтобы этот вызов обслужить. Давайте я расскажу вообще, что я это сделал. Я там не про коммунальные платежи, ничего, я задал каверзный вопрос в том, что у меня там от умершего родственника досталась квартира в доме хрущевки пятиэтажной. В Москве там есть целая программа по сносу этих домов. Мой дом, он попал в несносимую серию, но опять же в интернете я прочитал, что вроде бы как есть планы в Москве все пятиэтажки снести. Ну и я, соответственно, задал вопрос оператору, говорю, девушка, милая, помогите мне, пожалуйста. Вот у меня есть такая квартира, чтобы в ней жить, надо делать капитальный ремонт. А я вот не знаю, стоит ли мне это делать, может ее там лет через пять будут сносить. Девушка вошла в ступор, но буквально на какие-то там мгновения, да, значит, поставил меня на холд, в это время мне проигралось там какие-то, так сказать, материалы по том, что вот мои документы, там где ты, ну и так далее. Вот, потом вернулась и сказала, вы знаете, у меня нет данных по поводу будут сносить или нет, давайте посмотрим там, допустим, в реестре домов на капитальный ремонт. Есть такая тоже услуга в Москве, она нашлась, может ей подсказали, не знаю, но она нашлась и выполнила в принципе свою задачу. Оказалось, что этот дом запланирован на капитальный ремонт там в 2020 году, значит, скорее всего сносить не будут. Ну вот так. не знаю, пока не знаю. Таким образом, ну вот основная идея, которую я хотел бы донести, в принципе, посмотреть, протестировать эти технологии. Ну, можно там не только в Москве, да, вот у Циско есть очень такой хороший сервис, деклауд называется, да, там можно протестировать большое количество тех технологий, которые Циско предлагает. И это могут сделать не только партнеры, но и просто потенциальные клиенты Циско. То есть, зарегистрировавшись на этом портале, да, можно получить доступ к этим технологиям. И в частности, вот с точки зрения, если у вас смартфон, да, там можно протестировать Циско Remote Expert Mobile. я тестировал, очень интересно, когда оператор фактически видит то, что у меня на экране смартфона, то есть, если в приложении или где-то на веб-сайте, куда я зашел через смартфон, у меня возникли какие-то проблемы, я могу вызвать оператора и получить у него помощь, показывая ему, что у меня там происходит на экране. Можно вопрос? Только не Платону, а Дмитрию Головузу. Дмитрий, а вот если, допустим, ваш банк решит такую контактную, такую кабинку использовать в видео, что будет с тем лежащим оператором? Как вы это видите себе? Оденем. Оденете? Конечно, оденем, соответственно. Коллеги, еще раз, это мы делаем только для операторов, которых не видят клиенты, то есть в офис, если вы приходите к нам в отделение и так далее, то есть, ну, как бы именно во фронт офис, конечно, люди будут одеты, соответственно, на встречи приходите, люди будут корректно себя вести, никто не будет лежать на стуле. Может, у меня мужской взгляд, да, но я бы, наверное, больше пошел в кабинку, где в свободном стиле люди. Нет предела совершенства. Сделаем две кабинки, одну там, где одеты в джинсы, там, где одеты в пиджак. Да, Сергей, вопрос. Сейчас, секундочку, сейчас микрофон дадут, одну секундочку. Это банк, который будет работать 24 часа без участия вообще персонала, то есть, его напичкать банкоматом, терминалами всякими и, в том числе, выходом прямую на колл-центр. Человек заходит туда, можно, чтобы идентификация проходила, если есть карточка какая-то, через, карточку провел, как через посттерминал, дверь открылась, зашла, идет видео, все, чтобы он это, какие действия там вандального не произвел, но тем не менее, значит, я думаю, это с точки зрения окупаемости будет иметь эффект и с учетом роста, значит, знаний, вообще на население Казахстана, будущее, если банки будут у нас оставаться, то они будут в таком виде, без участия человека. Да, большое спасибо, вот как раз я тоже хотел как бы обсудить с аудиторией вопросы, а как будем окупать, за счет чего, ну, я думаю, есть очевидные моменты, да, как обычно, принцип контактного центра, меньше, больше. В той стороне был вопрос, руку поднимали. Там был вопрос, ну, окупаемость, я не знаю, первичный вопрос, наверное, я бы поставил так, а вообще в кабинку в эту кто-то пойдет, вот давайте поднимем руки, вот представим, что у нас в ближайшем отделении связи, ну, например, почтовой связи, или, например, в ближайшем нашем любимом торговом центре, куда мы ходим по воскресеньям или по субботам, или я домой, вот появилась бы вот такая кабинка с чем-нибудь, да, вопрос тогда в аудиторию, вот вам лично, да, как вот пользователю, зашли бы в кабинку или нет, кто зашел бы? А кто зимой погрец? Хорошая кабинка для, главное не называть ее будкой, да? А если там еще вай-пай? Подожди, следующий вопрос, а кто категорически бы не стал заходить в такую кабинку? Есть такие люди? Можно узнать почему? Секундочку, секундочку. Целенаправленно, я не понимаю, зачем заходить в эту кабинку, когда я могу, по сути, точно так же позвонить, да, и проконсультироваться. Если я пройду рядом, ну, скажем, я пошел в торговый центр, и у меня есть такая потребность, я вспомнил, да, что мне надо обратиться в эту компанию, да, я зайду. Но целенаправленно, зачем? Ну, то есть, перехватывающая такая кабинка, да? А вы почему будете против? Микрофончик. Аналогично, у каждого есть телефон, и, по-моему, этот сервис можно перевести на мобильное приложение и общаться. На мобильном приложении? Да. То есть... Для кого это актуально? Да, пожалуйста. Такой опыт уже применяли, но не в кабинках правда. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Жанара, я, ну, представитель правоохранительных органов, наверное, больше, антикоррупционную службу представляю. Но это актуально вообще для простого народа в том плане, что вот мы делали подобную кабинку, но мы делали в территориальных департаментах по всему Казахстану. Они все хотели приехать в Астану на прием председателю, там, президенту, на местах не могут решить свои вопросы. Мы поступили таким образом. В каждом департаменте установили камеры, ну, всю соответствующую технологию подобрали, и они напрямую общались с председателем. То есть, все вопросы, которые они хотели, то есть, у них не было затрат на дорогу, там, на иные, там, вопросы. И в онлайн-режиме, получается, председатель дал поручение территориальным департаментам, и вопрос, который они могли в течение года, двух, трех, решить буквально за 15 минут. Это вот очень актуально. Только аплодисменты. То есть, в государственном секторе такая кабинка востребована актуально, потому что она позволяет быть ближе, ближе к населению, легче решать вопросы. А с точки зрения государственных услуг, оказания таких услуг, вот у меня вопрос тогда будет. Как вы считаете, вот если бы такие кабинки были расставлены, условно говоря, по паркам, в местах, где живут люди, в спальных районах, вот такие кабинки, вот что лучше и комфортнее, кабинки или просто больше офисов открывали живые операторы? Кто за кабинки? Поднимите руки. А кто за живые офисы? Все против офисов, все за кабинки? Ну, на самом деле, это ведь государственные деньги. И если есть возможность для удаленных районов устанавливать такие кабинки для получения государственных услуг, оборудование, возможности получения, при наличии электронной цифровой подписи, районы, да, удаленные, у нас сейчас в этом сегменте работает КАЗ-почта, которая доходит до сел, до самых отдаленных мест. И, в принципе, оборудовать именно такими устройствами места проживания наших граждан, наверное, это выход, потому что они могут получить эту услугу, они могут получить все необходимые справки. Наверное, да, для государственного сектора это нужная вещь. У нас вопрос в зале. Здравствуйте, меня зовут Павел, гипермаркет Шиньек, РКЗ. Соответственно, вопрос по окупаемости. Мы не продаем услуги, мы продаем конкретный товар. Как данная кабинка сможет нам увеличить продажи и через сколько лет, например, она покроет свою стоимость? Хороший вопрос. Вот, кстати, одно из применений, о которых я думал, вот этих вот кабиночек, например, это интернет-торговля. В тех районах, в которых интернет не сильно развит. Почему бы нет? Вот зайти туда, получить доступ к различным интернет-магазинам, сделать себе заказ, получить консультацию. Даже, кстати, если сеть таких кабинок будет, допустим, продвигаться государством для государственных услуг, их же можно дополнительно окупить, дав возможность через эти же кабинки, нажав там другую кнопочку на сенсорном экране, оказывать, получить дополнительную услугу. Та же интернет-торговля, заказать билеты, и за счет вот этих потребителей этих услуг, в том числе и окупать вообще их. В итоге мы получаем второй набор киви-терминалов, да? Вопрос по окупаемости. Есть ли цифры стоимости этих кабинок? Ну, непонятно. Цифры стоимости, да, есть. Ориентировочно, да, подскажите, что... Ориентировочно стоят они от 35 до вот самая большая кабинка, по-моему, 100 тысяч долларов. Ну, то есть, продовой оборот небольшой компании, да? Вы не думали, прошу прощения? А если это будет как сервис, от сервис-провайдера, да? Ну, если компания, например, довольно крупная, и работает она за счет крупного именно объема заказов, но с маленькой маржинальностью, что ей делать? Вот ей хочется, но окупаемость этой кабинки выходит ей там 20 лет, а через 20 лет это, ну, я думаю, уже будет не кто. Ну, это понятно, что окупаемость 20 лет, это, да, это серьезно. А можно мой вопрос задать экспертам? Вот кратко, какие изменения в требованиях к оператору могли бы быть, ну, какие должны вот так вот сгенерить идею, которую-то обслуживает в кабинке? Ну, то, что лежащих подымут, мы уже услышали, Дмитрий. Какие еще требования дополнительные могли бы быть? Давайте вот кратенько прямо по ходу. Ну, давайте с моей стороны. К оператору, да, изменение профиля должности, ну, или там требования к оператору, внешнего вида, ну, что угодно, любые идеи. Вот я думаю, что пример с использованием экспертов, наверное, он здесь будет более актуальный, да, то есть скорее здесь надо думать о том, чтобы не стандартного какого-то оператора, невысокой квалификации использовать для этого. а дать возможность, ну, скажем, там, клиентам, потребителям, гражданам общаться со специалистами более высокой квалификации. То есть здесь скорее вот такая направленность в нее видится. Можно сказать, да? мне просто идея сразу пришла. Я бы первое поднял бы оператора, одел бы его и второе напротив веб-камеры поставил бы зеркало, чтобы оператор видел себя, как он выглядит и постоянно был в тренде. То есть он постоянно видел, как он выглядит перед клиентом. А он видит. Супер. Тогда и зеркало не буду ставить. Мне кажется, у оператора должны быть несомненно большие полномочия, чтобы решать вопрос, не просто как-то говорить. Больше полномочий. Скорее, не оператор-консультант, это оператор-эксперт, специалист. А что еще должно быть? Мне кажется, может быть, у Дмитрия надо завести какой-то кабинет, где там девушкам подготавливаться выглядеть перед тем, как. Да, несомненно, это очное обслуживание, да, общное обслуживание отличается от заочного, да, нежели по телефону. Вот, естественно, да, внешний вид будет важен. И, естественно, это налаживание практически очных коммуникаций. То есть, в этой области оператор должен быть очень подготовлен. Ну, и предметная область, естественно, знать хорошо. Да. Ну, мы говорим о дополнительных требованиях, которые, по сравнению с обычным оператором контактного центра. По требованиям оператора, ну, понятно, что если визуально он воспринимается клиентом, нужно его, чтобы он, личный контакт, вот он, как бы, удаленно имеется. Но я бы чуть-чуть в другую область ушел бы, значит, использование этих кабинок в нерабочее время, по ночам, когда других возможностей нет, общение, как бы. Вот, пожалуйста. И я все-таки склоняюсь к тому, что это была зона самообслуживания. А так, ну, что придумать? То, что эксперты второго уровня, это однозначно должны быть здесь с более глубокими знаниями оператора, нежели простые, как бы. И вот проверка каких-то документов, которые клиент может визуально показать и убедиться, что он, его не обманывают в чем-то, какие-то документы вот в этом плане. Я думаю, что учить агентов нужно совершенно по-другому общаться визуально, нежели чем аудиально. То есть, нельзя так просто взять любого агента, который общался только по телефону, взять и посадить перед веб-камерой. То есть, он должен понимать, что у него совершенно по-другому должно быть его поведение. Там, он не может сидеть, там, не знаю, чай пить или что-то. Отдельное обучение должно быть на эту тему. Ну и фильтрация. Я бы, знаете, добавил, наверное, не с точки зрения профессионализма операторов, а вообще применение этих кабинок я вижу с точки зрения совместного использования абсолютно разных сфер бизнеса, абсолютно разных направлений. И вот мы, например, компания, я уже вижу, как, например, мы могли бы с кем-то взаимодействовать и дать возможность с пассажиром бронировать билет, проплачивать его. Более того, мы можем дать возможность, например, зарегистрироваться на рейс. Это стандартный киоск, но только дома. Вы сидите, как дома. Ответ как бы на тот вопрос, ребята, которые никогда не зайдут в эту кабинку, вы не всегда с собой имеете принтер, а, к сожалению, процедура, например, некоторая процедура до сих пор требует печатного документа. И вот как раз такие моменты, когда вы в городе и вам, возможно, там нужно что-то распечатать и кому-то показать, оно, наверное, будет востребовано. Но я не вижу, например, что какая-то одна компания, какой-то отдельный банк сможет это все дело потянуть. Это большие инвестиции. Сразу видно, что это о окупаемости вообще нет речи. Но есть какие-то госорганы, которые, во-первых, должны работать не на то, чтобы вернуть эти деньги, они должны, как бы мы все понимаем, что дороги у нас никогда не окупаются, но тем не менее туда вкладывают деньги и какие-то там инфраструктурные вещи они всегда делают за счет государства. Это одна из таких зон. Но если, например, государство объединится с коммерческими организациями, ведь под этими кабинками можно развернуть абсолютно все электронные сервисы, которые вообще возможны. Я думаю, что забрендировать и поставить такие универсальные с точки зрения IT-сервисов кабинки для всех и кто хочет подключаться, пожалуйста. То есть интерфейс можно написать абсолютно для всех компаний. А уже какой там в бэкграунде будет отрабатывать софт, это уже ответственность той организации, которая подпишется на этот сервис. Я думаю, что будущее есть, но отдельно, конечно, как для авиакомпаний этого тяжело потянуть. Ну, скажем, в партнерстве, я думаю, это достаточно будет востребованный сервис. Продолжим еще по операторам, как внешне должно выглядеть оператор, вернее, подготовка, не внешне выглядеть, как подготовка должна выглядеть. Сейчас Константин прокомментировал в разрезе банков, но вот если, исходя из нашего опыта того, как мы сейчас информатизируем полностью наше пространство, то мы отходим от живого обслуживания клиентов и эти кабинки на самом деле уже есть и в идеях евразийского банка, но не в таком виде. Например, если брать американский опыт, то банки Chase, American Express, у них вообще практически нет живых операторов, то есть куда люди приходят. Люди заходят вот в такое пространство, которое наполнено банкоматом, автоматом, оплат, какими-то еще устройствами и есть вызов оператора. То есть если человек самостоятельно не смог справиться со своим запросом, со своей операцией, то тогда он связывается уже с оператором и пытается получить какую-то информацию для себя. Но вот здесь тогда требования к операторам, тут не может быть единый оператор, который все знает. То есть если эта кабинка, но опять же в разрезе банка, как я могу судить, то человек уже знает, за какую операцию он пришел, что у него не получилось, и соответственно мы просто должны ему дать возможность на том же сенсорном экране выбрать операцию, по которой он хочет, или область, в которой он хочет проконсультироваться. И соответственно тогда у нас будет не один оператор, ну стандартный, а универсальный, который он сидит в контакт-центре, а будет несколько операторов, которые будут являться экспертами, профессионалами в какой-то конкретной области, чтобы не получалось это как с Авиаром или как сейчас в контакт-центре, когда ты звонишь, тебе сначала спрашивают, что вы хотите, куда вас направить, перенаправили в одно место, там, ой, подождите, сейчас я вас проконсультирую, переключу, и человек попадает на 5-6 переключений. Такого не должно быть. Вот это требования, те, которые к операторам, даже не к операторам больше предъявляются, а к организации работы самой системы и того, кто будет обслуживать. То есть выбор. Изначально, насколько я поняла, докладчика, речь шла о том, что данное решение позволяет реализовать желание клиента, его потребность в живом общении. Мы все с вами помним фильм «Небо в небо», когда попытались процесс увольнения заменить, скажем так, тем же скайпом. Да, да, да. Отличный фильм. И оно абсолютно это не решило, даже усугубило проблему. Но я соглашусь вот с двумя коллегами, с Дмитрием и с Константином, да, по поводу того, что да, они в синергии затрат государственных с привлечением бизнеса, то есть у них есть будущее и о том, что там он будет мультивалютный, скажем, разноплановые услуги и то, что, наверное, там не будет один оператор, то есть какие-то услуги можно будет получить без участия оператора, какие-то с участием оператора, и этот оператор действительно должен быть консультантом, а не оператором, консультантом с высоким уровнем квалификации. То есть, ну вот на мой взгляд, мне кажется, что учитывая территорию нашей страны и населенные пункты, которые расположены в самых отдаленных уголках, мне кажется, у этого решения есть будущее. Это мое мнение. Спасибо. И один вопрос, перед тем, как перейдем к следующему докладу, один вопрос в аудиторию. Кто-нибудь попробует ответить. Вот мы услышали о том, что требования к оператору меняются с точки зрения того, что это должен быть уже более, ну, как бы специалист более высокого уровня. То есть, это не просто оператор, отвечающий там условно по скрипту или там по то, что он на экране видит. А это специалист, который может принимать решения. Кстати, то, что Платон рассказал, типичный пример, когда вопрос в этом удаленном... То есть, мы приходим в офис, когда у нас проблема сложнее, чем то, что мы можем получить самообслуживание. Соответственно, люди тоже приходят в этот офис, по сути, это выносное место, офисное, для того, чтобы получить консультацию, и это должна быть консультация, более сложный вопрос. Тогда у меня возникает такой вопрос. В контактном центре мы обязательно организовываем процесс контроля качества. И, соответственно, есть специалисты контроля качества, которые по чек-листу проверяют качество. Вопрос в аудиторию. Кто-нибудь попробуйте ответить. Мне тоже интересно. У меня не сформировалось мнение окончательно. В этом случае процесс контроля качества, то есть, запись, разговоры, видео, вот это все, что он использовал экрана, он необходим, этот процесс, для таких кабинок или нет? И, если необходим, то что нужно добавить к существующему процессу контроля качества? Как расширить чек-лист? Подумайте, есть у кого-то ответ или идеи какие-нибудь? Я думаю, что здесь процесс не изменится вообще никак. Единственное, что нужно наблюдать визуально, в большей степени, то есть, здесь добавится видео составляющая. В остальном, один в один вообще то же самое. А вот видео составляющие, какие могли бы дополнительные критерии быть? То есть, что нужно проверять? Ну, понятно, не, в общем, вот эти все вещи не ковырятся в носу, не красятся и так далее. Есть ответ, да? Кто-то руку поднял? Нет? Вот-вот, подняли руку. Здесь, пожалуйста, можно микрофон? Я не буду стоять. Все. Я вот хотел сказать, что есть такая важная функция, да, мне показалось в этих кабинках, это работа с документами. Ну, вот если говорить про контроль качества, то важным моментом было бы контролировать, правильно ли работа с документами, да, здесь отработал. Потому что, вот по примеру цонов наших, один из моментов, да, что люди туда второй раз, третий раз обращаются ровно из-за того, что неправильный документ, неправильно оформлен, не все принесли и так далее, да. Соответственно, вот здесь вот, ну, важной функцией было бы то, чтобы показать именно удобство и полноту работы с документами, то есть не столько, может быть, работу самого оператора или там его какие-то, скажем, чисто операционные вещи, да, именно вот с точки зрения контента, который пользователь этой системы может, ну, передавать на другую сторону, то есть контроль, ну, уже по бизнесу, скажем, да, то есть тот ли пакет документов, правильно ли все оформлено, да, то есть вот эта функция, она здесь скорее будет важнее, чем работа самого оператора, мне так кажется. То есть не запись только экранов оператора, но и, собственно, тех документов, которые были продемонстрированы в ту или другую сторону. Окей. А еще? Да, я... Вы решили? Давайте я начну, а вы потом продолжите мне. Во-первых, у меня такой небольшой комментарий был в целом по дискуссии. Очень много причин было найдено, почему нет. Ну, то есть почему у нас в Казахстане или вообще в мире и дорого, и вообще и не надо. Ну, я думаю, что лет пять тому назад в принципе вопрос по смартфонам был примерно такой же, наверное, а зачем? Я же позвонить могу и вообще. Мне кажется, есть моменты с техникой и с такими вещами, когда нужно думать, а почему да? То есть для чего вообще это нужно? И хорошо, что были идеи, действительно, и в итоге, в общем, поняли, что даже в Казахстане, непонятно, почему в Казахстане, мы же не отличаемся, в принципе, от других людей в мире. В принципе, если где-то нашлось применение, то и там найдется, и у нас найдется. Ну, а конкретно по контролю качества и по вот этим моментам, ну, здесь уже говорилось, естественно, о записи экрана, и мне кажется, о записи того, что происходит в кабине, потому что вот момент, который важный, мне кажется, о котором мы здесь упоминали, это защита от вандалов, потому что, как любая дорогая техника, это получается, что ну не будешь же ставить там еще охранника рядом, для того, чтобы он контролировал. Поэтому здесь, конечно, важно понять, как защититься от вандалов и как это сделать. Поэтому запись внутри этой кабинки и запись работы оператора важна. Вот здесь говорили о записи того, что происходит с техникой, то есть распечатка документов или сканер, если его использовать там, а это хорошая вещь для работ. И еще очень важный момент, который, ну как бы я считаю, должен быть, это четкая инструкция для оператора по работе. То есть эксперт это будет или не эксперт, он должен постоянно контролировать ситуацию, которая происходит, не поворачиваться задом, предположим, к экрану, как в театре. Поэтому здесь вот этот момент. То есть три важные составляющие, как я их вижу, это мониторинг видео, мониторинг голоса и фиксирование происходящего с девайсами. Вот три таких вещи. А еще нужно в кабинке убираться? То есть нужно еще... Вот-вот-вот, кстати, да. То есть бандал, да, кто убираться будет? И тогда вот возникает вопрос, а как купить эту тетю Валю, которая должна приходить каждый раз? Кто будет загружать туда документы, бумагу и так далее. То есть пошло-поехало, и в итоге окажется, что помимо стоимости кабинки нужно еще заложить обслуживающий персонал, правильно? Или клейминговые услуги. Да, поэтому, например, размещение в торговых центрах это более реально, чем, например, в ауле за 50 километров от ближайшего районного центра. То есть там... Хотя это, наверное, даст работу кому-то в этом ауле. Ну, смотря, кто живет в ауле. Если в ауле живут денежные люди, то, наверное, да. Ну, если живут, то да. А, еще был комментарий по качеству, да? Я хотел один момент здесь прояснить. Смотрите, коллеги, если мы говорим о том, что это собственность какого-то отдельного подразделения или организации, тогда ответственность за контролем качества и всеми вещами бытовыми, которые вы назвали, естественно, лежит за этой компанией. Я думаю, в партнерстве можно решить, кто будет убираться и кто будет оболнять бумагу и картриджи, да, в этих вещах. Здесь один момент такой, знаете, если мы говорим о совместном использовании таких кабинок, то как только пришел клиент, неважно, клиент авиакомпании или банка, он приходит, выбирает его сервис, он должен направляться на тот колл-контакт-центр, который отвечает за этот сервис. Невозможно посадить универсального оператора, вы же понимаете. Соответственно, мы говорим о том, что кабина совместного использования, да, common use платформа, которая может на фронт-интерфейсе показывать, какие сервисы она поддерживает, а как только вы провалились уже на вторую стадию, да, там отвечает колл-центр этой компании. И весь контроль качества, может быть, у компании не будет видеозвонков, понимаете, и останется только, например, наличие интернета и тот же самый телефонный разговор, да, и возможность там распечатки. А у кого-то будет это видеозвонок, у кого-то это будет чат в WhatsApp, да, там, то есть все это будет зависеть, и вся ответственность будет как раз уже ложиться на ту компанию, которую этот сервис в этой кабинке будет предоставлять. То есть здесь надо понимать, что универсальных операторов нет, и их не может быть. То есть мы сейчас говорим о внешнем виде операторов, но мы, в частности, должны говорить о внешнем виде операторов, которые отвечают за конкретный сервис, за конкретную компанию. Хорошо. Коллеги, да, вот здесь просматривается, буквально вот, одна минута, да? Значит, здесь просматривается сервисная компания, да, сервис-провайдер, который предоставляет в аренду с полным комплексом услуг вот такие кабинки, в том числе облачный контактный центр, да, облака там у нас, мы тоже будем о них говорить чуть попозже, и которому можно подключать, да, предоставить рабочие места. То есть с одной стороны кабинки, с другой стороны рабочие места различным компаниям, которые через эти кабинки получают возможность оказывать удаленные услуги населения. Все, наверное, да? Да. Можно последний вопрос? Вот я просто представил, как и Растана, государство скинулись, потратили 100 тысяч долларов, стоит кабинка в торговом центре, и туда заходит бабулька, и она занимает на полдня. То есть эти инвестиции, они могут вообще... И просто сразу возникает вопрос обработка очередей. Это один из важных вопросов колл-центров. Как здесь быть? Здесь даже охранника нет, который может ее выгнать. Ну, как видите, в принципе, вопросов много, да? Но нет таких, как бы, нет проблем, есть задачи, да? В принципе, их все можно решить. В 2001 году, кстати, был опрос среди пользователей, а нужен ли сотовому телефону цветной дисплей? Вы знаете, что ответили многие? 80% больше, 80% нет. Все, укомнится. Коллеги, спасибо, Платон. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ